Это Пульс Дня, мы продолжаем выпуск. На связи со студией политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас. Здравствуйте. Ну вот, в минувшие выходные мы увидели большой 10-тысячный митинг в защиту абортов, можно сказать. Я бы хотел с вами поговорить о том, а что это, в общем-то, значит в преддверии выборов. Еще один факт, который я заметил в минувшие выходные, это все-таки то, что цены на бензин пошли вниз. Я бы сказал значительно. Я бы сказал 50-60 центов за галлон, что в наше время уже как бы значительно, вы понимаете, да? И как бы вы оценили вот эти движения перед выборами? Это значит, что демократы собираются взять в свои руки, в общем, эти выборы или нет? Демократы хотели бы, конечно, предотвратить разгром, но им это не удастся. И вопросы с абортами и вопросы с бензином не сыграют решающую роль. Они важны, конечно, но здесь, я думаю, сыграют решающую роль другие темы. Хотя вот цены на бензин особенно важны. Дело в том, что чудовищный экономический кризис, который обрушился на Соединенные Штаты, в значительной степени связан с провалами демократов. Их внешняя политика особенно уязвима. Я думаю, что если бы у власти был президент Трамп, Путин бы не решился на эту чудовищную авантюру, которая привела к мировому кризису неслыханных масштабов. То есть те темы, которые вы указали, они очень существенны, но не решающие для будущего демократов. Я бы сделал акцент на другие проблемы. Но слабость вообще политических партий, политической системы Соединенных Штатов связаны с провалами прежде всего демократов. С невозможностью демократов бороться с бедностью, с расизмом, с проблемами полиции. Вот что очень важно. Белая полиция и черные подростки. Вот огромная проблема, с которой нужно бороться американцам и американскому обществу. А еще раз хочу сказать, что то, что вы указали, проблема абортов очень важна. Очень и очень важна. И здесь, кстати, тоже черное меньшинство играет очень важную роль и об этом не так много говорят. Цены на бензин – это сиюминутная проблема, которая достигла потолка. Да. Но то, что цены снизились на несколько центов, это не сыграет на руку демократов. Ну вот знаете, я, конечно, не экономист и не могу рассуждать о ценах на бензин, но я наблюдатель, как журналист. И мои выводы или предположения скорее такие, что сейчас цены пойдут вниз и мы увидим где-то, может быть, 3,50 за галлон или что-то такое до ноября. И дальше после выборов мы увидим резкий рост, опять же. То есть, ну это так, просто наблюдение, скажем. Но вы сказали, что действительно акции за аборты – это имеет значение в какой-то мере. Но когда я спрашиваю о роли демократов здесь, я имею в виду, кто организовывает сейчас эти акции. 10 тысяч человек, простите, организовать не так уж и просто. И я не хочу вас склонять к этой мысли, но предполагаю, что, возможно, демократы нарочно организуют сейчас эти митинги. Тогда вопрос зачем? За тем, что так они видят ситуацию, что они нажмут вот на эту проблему и это им как-то поможет. И действительно, это очень существенная проблема. Но вы вообще, затронув аборты, затронули вообще проблему отношений мужчин и женщин. И тут ряд других вопросов немедленно приходит на мысль, например, sexual harassment. Вот это страшная вещь, это жестокая вещь, с которым американское общество не может бороться эффективно. Например, я был профессором университета на протяжении 27 лет. Вообще отношения между студентами и преподавателями – эта проблема совершенно не решена, и она дошла до абсурда. Я бы сказал, что профессоры, преподаватели, они находятся в состоянии крепостных вообще. Они не могут, так сказать, смотреть на женщин нормально. Это просто дикий абсурд. Я, так сказать, имел возможность наблюдать за этой проблемой еще в Советском Союзе, и там не доходило до такого абсурда. Мы все говорили о лицемерности советского общества, но лицемерие американского общества в этом плане перешла все границы. То есть вы имеете в виду сейчас преподавателей мужчин и студенток, правильно я понимаю? Сто процентов. И как раз вы очень точно определили. Между прочим, женщин-преподавателей власти не будут преследовать за, так сказать, романтические отношения с молодыми студентами. А вот мужчины-преподаватели – это очень уязвимая группа. Хорошо. Если говорить о том, что действительно может повлиять на будущие выборы, какие темы вы бы затронули, обозначили, и что демократы могли бы сделать в реальности нашей сегодняшнего дня? В реальности сегодняшнего дня демократы могли бы сделать очень много. Это помочь решить конфликт на Украине. И ничего здесь абсолютно не делается. Твердолобая позиция занята, что во всем виновата Россия. И действительно Россия во всем виновата, но это не облегчает ситуацию. То есть вот Украина, вот это конек, где демократы могли бы решить судьбу выборов. Если бы демократы выступили со сногсшибательной внешнеполитической инициативой, погасили этот конфликт хотя бы частично, вот что могло повлиять на промежуточные выборы. Но здесь этим и не пахнет, так сказать. Нет никаких шансов, потому что Байден настроен очень решительно, в кавычках. Миллиарды даются Украине, чтобы она защищала себя. Это правильно, но это не поможет решить проблему. Я еще раз хочу сказать, борьба на Украине это ключевой вопрос. Это влияет на экономику, на бензин, на все что угодно. Конечно не влияет на, так сказать, проблему абортов, на проблему секшуал харассмент. Но влияет на огромное число проблем, которые вредят американскому народу со страшной силой. Хотя Америка... Юрий, вот вы говорите сногсшибательная инициатива. А как вам сногсшибательная инициатива по запрету огнестрельного оружия, который демократы пытаются протащить? Да, это действительно очень опасная инициатива, потому что американцы к этому не привыкли. С одной стороны, просто дошло до абсурда, как пользуются оружием разные хулиганы, бандиты и люди, которых называют в Америке ауткаст. Но с другой стороны, запретить оружие, это тоже не годится для американского образа мышления. Вот психологический образ американца, вот что очень важно. Если запретить оружие, то американцы этого не поймут. Средние американцы не примут это, это повредит демократам. Но что здесь важно? В чем проблема вообще с использованием оружия таким безобразным образом? Это общие проблемы американского общества. Большое число американцев не знает, что делать. Образование находится в состоянии кризиса. Молодежь на перепутье. Вот что важно, решить кардинальные вопросы. Очень важно решить по-прежнему тяжелую проблему американского общества. Это белые и черные. Этот вопрос стоит на повестке дня, как всегда. Хотя был большой, огромный прогресс на протяжении десятилетий. Вот здесь демократы могли бы сыграть важную роль, но этого не видно. Мы, кто родился в Советском Союзе, привыкли к тому, что черные американцы, они, так сказать, в роли аутсайдера, андердог. Но за последние десятилетия мы видим огромные результаты в положительном плане. Но по числу бедных, по числу обездоленных, выброшенных из жизни людей, черные, на мой взгляд, по-прежнему впереди. Афроамериканцы. Вот это слово, которое было вброшено, оно совершенно не точно, если я позволю себе несколько соображений по этому поводу. Афроамериканцы – это не точное выражение. Черные, белые – это более точно. Потому что в Африке большое число коренного населения не черные. Я имею в виду арабов. Арабы – не черные. То есть это придуманное выражение. Оно совершенно не негативное. Это ничего плохого нет, сказать афроамериканцы. Просто я хочу указать, что это не совсем точно. И это еще один показатель того, что американское общество ищет разные пути решить этот вопрос, в том числе с помощью термина. Сейчас у нас остается буквально две минуты. Я хочу спросить о том, как вы видите развитие до выборов политическое. Потому что, на мой взгляд, вот что называется, лед тронулся, как я вам сказал уже, акции протеста. 10 тысяч человек – это все-таки не 300 и не 500. И наглядное снижение цены на бензин, мы уже об этом говорили. Но как вы видите дальнейшие шаги, ближайшие месяцы, что будет происходить? Абсолютно непредсказуемая ситуация. Вот что можно точно сказать. Стоит ли задать решение какое-то по Украине? Пока не видно. Вот это очень ключевой вопрос. И первый вопрос очень правильно сформулирован. Тут полный хаос. Ответ на этот вопрос. Непредсказуемо ничего. Может произойти что-нибудь типа убийства Джорджа Флойда, смерть такого же человека, как Джордж Флойд. И что это даст, никто не знает. Это был ключевой момент не так давно. Что касается ситуации на Украине, это глубочайшая трагедия. Никто не хочет войны. Я считаю, что этот вопрос можно легко урегулировать. Если вы мне позволите, в ближайших наших передачах я расскажу, как легко можно урегулировать конфликт на Украине. Я вообще считаю, это искусственный конфликт. Это безумие, которое может быть остановлено с помощью ряда шагов. Причем есть разнообразные формы умиротворения Украины. И все будут довольны. И Россия, и Украина, и Польша, Эстония, Латвия. Все будут довольны. И Соединенные Штаты тоже. И не нужно будет вбрасывать миллиарды долларов на покупку хлама, что я считаю вооружением. С удовольствием вернемся к этой теме. Я думаю, в ближайшие дни. И я с удовольствием хочу вас послушать. Юрий, спасибо большое за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Таким был этот день. Как его увидели мы в редакции программы. Сразу после Юрия Ростова, моя коллега Наталья Быстрицкая. Спаскриптумом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова